Уличение фото самострелом селфи перекроило рынок фотогаджетов. Производители соревнуются в том, с чьей камеры будет удобнее себя самому фотографировать в любых условиях. В душе, в космосе и на морозе. Александра Каневская ознакомилась с новинками, а также выяснила, сколько на селфи можно заработать. Селфи теперь делают даже в космосе. Первый такой снимок выложил в соцсеть американский космонавт Стивен Свонсон. Теперь пользователи просят его постить побольше, а производители электроники соревнуются, чтобы космонавт выбрал именно их гаджет, и он попал в кадр. Один из производителей на выставке новинок фототехники сделал целую выставку из селфи под названием «Я часть мира». Сейчас новую технику покупают в основном для этого, рассказывает представитель компании. И даже самую продвинутую модель в любительском сегменте решили оснастить поворотным экраном. Вы включаете режим лови, который находится на верхней кнопочке, и после этого выворачиваете на себя. Далее вы просто нажимаете на кнопочку спуска затвора, видите себя, фокусируетесь и делаете снимок. В данной камере есть встроенный Wi-Fi модуль и встроенный GPS модуль, которые помогут без проблем, как в обычном смартфоне, передавать ваши фотографии, то ли в РАВ, то ли в JPEG, не имея значения какого формата и разрешения, передавать на ваш мобильный гаджет. В битву за селфи самого высокого качества бьются гиганты отрасли. В другой компании пошли еще дальше и отсоединили линзу от фотоаппарата. Объектив в 20 мегапикселей теперь можно совместить с планшетом или телефоном. Подключив по одно касание при помощи чипа NFC, который встроен в планшет и встроен в данный смартограф, происходит соединение по Wi-Fi, и вы можете как делать фотографии непосредственно при помощи этого смартографа, так и на дисплее планшета. То есть вы, допустим, можете навести на меня, я нажимаю кнопочки на дисплее планшета, и фотография сохраняется. Селфи можно делать и самим платшетом. Теперь и в душе. Новая модель не боится влаги. Функция становится все более популярной. Ее внедрил в свою камеру для селфи и еще один топовый производитель фототехники, а также сместил поворотный дисплей наверх. Конструкция фотоаппарата предусматривает именно вертикальное открытие дисплея, потому что, ну, когда дисплей находится сбоку, часто бывает, что глаза косят или что-то. Когда дисплей открыт вертикально, соответственно, такого эффекта не получается. Селфи становится все более популярным и на телевидении. Вот такая вот маленькая видеокамера, с виду любительская, на самом деле снимает изображение в 4 раза четче, чем IHD, и очень легкая. Управиться с ней может один корреспондент без помощи оператора. Управляется камера с помощью смартфона, то есть я могу направить ее на себя, на смартфоне выставить себе план, посмотреть, как это будет выглядеть, например, на прямом включении, потом на смартфоне нажать запись. Здравствуйте, мы находимся на выставке новых технологий. Но даже если по работе вы никоим образом не связаны с селфи, такие снимки могут существенно пополнить ваш бюджет. Самый дорогой кадр в истории сделала ведущая Оскара Эллен Дедженерес. Ее селфи с Брэдом Питтом, Кевином Спейси и другими звездами с мартовской церемонии оценили почти в миллиард долларов. Столько стоит пиар производителя ее телефона. Снимок и, следовательно, гаджет в Твиттере лайкнули 2 миллиона пользователей, а перепостили 3,5. В свете этих цифр новый смысл приобретает подпись Эллен к снимку. Ах, если бы рука Брэдли была длиннее, написала она. Александра Каневская, Сергей Громов, РБК.